Итак, часть вторая. Заходим внутрь старого города вот через эту арочку. Сейчас люди пройдут. И сразу попадаем на такую маленькую площадь красивую. С утра по старому городу выгуливают собак, так что будьте осторожны. Они могут вам испортить впечатление от всей красоты. Идем дальше. В старом городе находятся такие вот небольшие магазинчики с продуктами. Давайте разглядывать все витрины, что здесь продается и что есть. Ну, что тут комментировать в вазочке. Спасибо. Спасибо. Не фотографировать. Вот тут находится tourist information point, где можно оформить туристическую регистрацию. Вот его расписание. Это была какая-то табличка. На ней ничего нету. А вот как интересно вылезли, да, эти вот кустики. Вот на ней. Вот так, Prior. Транслен, булавокин. Подожди. Только тут кто-то петчик. Эта вода... Вся... Требуется девочка для работы, для какой не написано милитари. Так, и вот мы выходим на главную площадь, здесь уже открылась вот эта вот кафешка. Зимой она не работает. Ну и здесь находятся вот такие достопримечательности. Это католический собор, колокольня, которая звонит на всю Будлу. Спасибо. 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 Вот кто спрашивал за картины с пейзажами. Вот здесь можно их посмотреть, купить. А вот здесь мое любимое место в старом городе. Но не вот это конкретно, а все в общем конечно. здесь находится православная церковь. И тут находится такая вот маленькая площадочка, площадь с такими трибунами, где проходят небольшие концерты тоже. Вот отсюда открывается такой прекрасный панорамный вид. Вот это тоже когда-то была церковь. Ну она сейчас не работает, а тут вот с той стороны я показывал вот эти все здания заброшены. И тут замочек, такая вот дверка, все закрыто. Вот еще такая потайная маленькая дверка идет в башенку. Вот. 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 Тут везде можно ходить, но внутрь не попадете. все очень такое старое, древнее. А вот тут железная дверь такая страшная и какой-то дымофон даже есть. Здесь что-то есть, какие-то службы или что-то живое даже. Окошки новенькие. Вот прямо за этой стеной находится вот этот пляж, где меня пыталась покусать собака. И вот тут бойницы. Сейчас мы увидим. Вот он. Вот такие маленькие клумбочки с кактусами. Это частный дворик. И тут находится маленькое такое кафе оригинальное. Обычно здесь очень много котов, но сейчас их кто-то нет. Вот мы сделали такой кружочек. И если пойдем туда, выйдем вот снова на ту улочку, по которой проходили. Потом сейчас развернемся и пойдем в сторону цитадели. Поехали. Поехали. Вот так вот обошли эти трибуны. Конечно, вид они здесь портят, согласитесь. Можно было бы сделать намного гармоничнее. И идем к цитадели. Доброе. Рассказания. Височек. Сίναι маленьких детали. Орбектно. Височным подъемом на стол. Рассказания. Идиот. Вот тут находится вход в цитадель, он платный и он сейчас закрыт. Ну не знаю что там особо интересного, тоже просто стены. Вот посмотрим лучше отсюда. Сверху здесь находятся такие вот старинные развалины и колокола. Видно их пытаются реставрировать немножко. А это вот наверно колодец старый. Вот нашли одного котика. Котик не хочет общения. Редактор субтитров А. Танцы. Редактор субтитров А. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Вот видно отсюда. И вот, наверное, как-то вот здесь можно пройти. Ну или вот здесь, конечно, опаснее с этой стороны стены. Напишите в комментариях, кто перелазит, как вы это делаете. Вот так расписали будочку красиво. Это вот, наверное, маяк на острове Святого Николая с той стороны, я так полагаю. Идем дальше. А давайте посмотрим, что там написано. Там стоит табличка. Ну вот, тут есть музей. Да. Библиотека, панорама. Церковь. Так что буду снимать еще видео про вечерний старый город. Когда здесь все кафешки открыты, куча людей. И зайдем обязательно в цитадель, посмотрим. Десятый час. Старый город просыпается. Кувенирные лавки со всякими штучками. Серебро, злато. Нет, тут только серебро, по-моему. И камушки какие-то разные. Вот здесь есть лебо. Десятый час. Вот тут еще частный дворик. Дверка такая старая. Сюда засунуты счета. За электричество никто их не забирает. Видно, не платит. И огромные цветы распустились в вкладке. Такое маленькое окошечко. И помодекс масштабы. И помодкарка. Такое отпkuется. Такое. Продолжение следует... А вот отсюда растет такой вьюм, огромная лиана. Так, вот здесь находится известный Гиннес-Паб. Принц. Почтовый ящичек в ухо течет. Стучите два раза, или три. А вот и озеленять ничего не надо, прямо вот из подоконника выросло. Продолжение следует... Еще один полик на таком ходовом замке. Здесь тоже находится музей. Вот еще такая маленькая площадочка. Вот этот постаментик, это тоже здесь раньше была колонка. Сувенирчики. Посмотрим. Сувенирчик. Сувенирчик. Вот он, этот музей археологический. Колодец там старинный. Продолжение следует... Может быть, в этом и не нужно? В этом и в этом. Продолжение следует... На верхней части. Я хочу тебе донести. Я имам и яж. Помачим. Сад я оттаржу. Сигурно? Сигурно? Да. Пицца и кока-кола. 2,50. А это привезли продукты для пиццы. А вот здесь такие интересные магнитики. Я их не видел. Такого вот стиля. Да, вот это стильненькие такие. Интересные. И стоят на 1 евро дороже. Ой, какие штучки здесь. Они продаются или это декор? У меня же один заказчик любит собирать такую маленькую мебель. Вот, кстати. Супер. Тут даже стоят рюмочки. Бутылочка кока-кола. Это, по-моему. И вот такие вот зонтики, на которых написано на всех языках Черногории. Вот, и им нужен хороший торговец. Не просто, а хороший. Вот интересная штучка. Такая вот карта Монтенегро. Это, по-моему, если не ошибаюсь, керамика. Если керамика, то это очень интересно. Ну да, это все, по-моему, керамическое. Такие вот тарелочки. Вот это вот мне вот нравится, кстати, здесь. Какую-то одну вот такую вещь. Вот это вот, да, прям вот рекомендую. Вот этот магазинчик. Вот это вот. Кажется, видишь? Эту изминутку. Или надо что-то сказать. Или кто-то по-насу. Так. Ну там у нас еще одна тихая улочка. А вот здесь у нас уже выход. О, Ютро! Кто и твое? Здесь находится радио и телевидение Будвы. Еще одна сувенирная лавочка. С такими вот восточными фонариками. Тоже они мне очень нравятся. И там, смотрите, есть какие интересные картины. Да. Вот это интересный сувенир. Вот даже стоимость отсюда, вижу, 70 евро стоит вот такая вот. Супер! Вот, вот смотрите, вот как раз это со старым городом. В такой рамке. Да. Вот это вот интересный магазинчик. Очень старые ворота. И вот этот же магазинчик. Вот еще у него есть вход с другой стороны. Здесь тоже очень есть интересные сувениры. А это иконы. Это роспись на плитке. На маленькой. Есть иконы, есть просто вот разными орнаментами расписано. Ну и вот такие вот смешные статуэтчики. Вот тетенька забавная с ромашками. И сверху уже более благо пристойные статуэтчики. Тоже очень стильные и красивые. Цены не написаны, да? А нет, вот написано. Вот это вот стоит, вот видите, 59 евро. Маленькие такие ангелочки стоят 35 евро. 29 с цветочками. И вот сейчас мы зашли в этот магазинчик. И здесь рассмотрим, что есть. Вот они вот эти шикарные лампочки. Светильники. Вот это вот такие. Да, это керамика. Да. Стоит 6 евро. И мы там еще. И вот здесь вот эта вот плитка. Шикарно. Нет, реально, вот я, друзья, вам рекомендую этот магазин. Здесь очень много всего интересного. И вот самое главное, что мне понравилось. Вот теперь вот отсюда сниму. Вот это особенно. видно. Вот, смотрите, сколько здесь разных. И вот такие вот. Вот можно такие интересные выложить в интерьере орнаменты из нее. Пусть помельче. Так, а вот, собственно, автор всех этих произведений. Ну, это я в зеркале. Ну, это я в зеркале. Вот еще есть такие маленькие совсем плиточки. Так что, друзья, если хотите перебрести какой-то интересный сувенир из Черногории, из Будвы обязательно посетите вот этот магазин. Я прямо на него дам точку на карте в описании. И вот есть еще совсем такие маленькие, вот по 2 евро плиточки. И магнитики здесь тоже ручной работы. А скажите, как называется магазин? Оттошоп. Оттошоп. Оттошоп, друзья. Вот так, неприметно здесь так вот написано. Дождика пока нету, пройдемся еще немножечко. Здесь у нас одежда. Вот в такую стоимость. Костел. Вот опять прямо из щели такой вот вырос кустарничек. А какой симпатичный там балкончик. Gucci, Roberto Cavalli. Так, а вот здесь находится магазин сказка. И здесь продают вот тоже вот такие вот всякие вещи. Ну, по сравнению с тем магазином, не знаю. Тут вот масла всякие продают, которые, так вот они в принципе довольно завидно дороже. Так вот мы идем по параллельной улочке. Вот там вот набережная с этими, с яхтами. Вот такой вот ужас такой. Вечером так пойдешь, блин, испугаешься. А вот тут находится терраса этого кафе-ресторана Шанхай, который смотрели, когда проходили с внешней стороны. Так, это еще один выход, мы продолжаем идти по параллельной улице. Ну, еще другие места потом, когда будет сюжет про вечерний старый город, там еще тоже покажем. А вот тут находится такое неприметное какое-то ответвление. Что здесь находится такое окно. Вот так вот. И здесь находятся входы в квартиры. Вот такая вот оборотная сторона красоты. Зачем? Зачем они здесь такое устроили бедуан? Непонятно. Так, ресторан Ривьера. Котиков сегодня мало. Наверное, спят еще. Так, ну-ка, идем здесь. Так, ну-ка, идем здесь. Здесь вот такая огромная пальма. Это Самбра. Остал Фридом. А тут раньше был DHL. Его нету, что ли? Коты пугливые сегодня. И. Это шар. Вденья. Вденья. вот еще один магазинчик с такими же восточными фонариками и здесь есть тоже вот что-то подобное но нет там все-таки короче он там такие черепа что это такое это пласть это пластик обычно пиццерия пиццерия лав лев на закрытый еще сумочки платочки обувь вот есть сумочки из кожи козы за 25 евро пожалуйста и снова зазвонили колокола здесь живут люди и вот уже прибывают первые посетители становится уже так крутненько и да и и и и и и и Так, ну а вот мы можем свернуть вот здесь вот в эту тихую улочку, а то там очень много народу. Когда будет много народу, потом буду снимать, вот что случилось с оставнями. Так их разорвало в клочья. Не знаю, что это, написано закрыто. Здесь находятся апартаменты. Здесь церковная лавочка с такой мозаикой. А вот тут находится кошта. Сюда очень удобно ходить, оплачивать регистрационный сбор. Так, все, пошел дождь. Слышите, как по зонту барабанит. И сейчас мы уже выходим из старого города, выходим мы вот в эту арочку на центральную площадь. Вот, смотрите, как полило. Успел поснимать. Ну вот, на этом вторая часть прогулочки закончилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В ближайшее время будет еще видео про вечерний старый город и еще кое-что интересненькое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!